Да, я верю, что будет, сам не верен, что будет построен вокзал. Вообще-то до сего дня не верил никто, однако, казалось бы, неосуществимая мечта недавно сбылась. Буквально на глазах жителей за короткий срок развалины, простоявшие на облаке три десятилетия, превратились в современное солнечное здание, которое теперь красуется на обновленном перроне. В вокзале тепло и светло, просторный зал ожидания, где отдельное место займет буфет, билетные кассы оснащены голосовым оборудованием. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Как раз в этот период времени проходят все поезда. Отведено место для почты, напротив кассовых кабин, вход отдельный с улицы. На третьем этаже расположились офисные помещения. Все в современном дизайне. Члены делегации убедились в том, что работы выполнены качественно. После осмотра Анатолий Володько подвел итоги. В целом, я первый раз вижу, да, оценка, конечно, хорошая, потому что, значит, приятно, честно говоря, посмотреть. И вокзал, конечно, те развалины, которые, значит, были, и размах, которые там при социализме, значит, размахнулись, он не нужен только, конечно. Даже если бы город и продолжал там наращивать объемы, там людей там рожать и так далее. Ну, пятилетки, ладно. На самом деле, этот даже вокзал сегодня, значит, и то вот под этот пассажиропоток может быть немножко великоват. Но учитывая, вот на самом деле, я так сказал, а с другой стороны, учитывая, что это совместное наше, так сказать, предприятие будет, так его назовем, да. И вот глава администрации, значит, имеет свои виды, там, на установку, значит, там, буфета, там, аренду сдавать и так далее. Это нормальное дело, значит, вот, чтобы объект приносил какую-то, значит, пользу. Напомним, глава города упорно шел к поставленной цели. День за днем Александр Кузнецов штурмовал разные инстанции, доказывая на верхах, что Уварову и его жителям вокзал нужен, зная наперед, что это дело неприбыльное. Однако строительство этого объекта имеет социальное значение. Спустя годы цель была достигнута. Светлана Даровских, Варвара Павлова, НашГород.